А кто улезет в дела? Ну зачем? Поедет к себе, там порядки на пути. Подождите, вы жители Донецка? Конечно. Вот и я тоже житель Донецка. Не, я тоже могу показать прописку. То есть, вот как по мне, приезжает хоть китайец, хоть испанец. Вот мне глубоко все равно, кто. Я вас понимаю, что вам все равно. Пусть приезжает. То есть, когда китайцы приезжают, вас же что-то не беспокоит? Африканцы приезжают. А кто лезет? А вот этот человек, который тут же проводит мастер-класс, мы знаем, чем он занимается. А чем он занимается? С постановкой политической формы, политической провокацией в постановке занимается. Мы это знаем прекрасно. Хорошо, что он на данный момент сделал? Сейчас он проводит мастер-класс. Для чего? Для каких ситуаций? Какой спектакль они репетируют? Я не успеваю на четыре вопроса отвечать. Давайте по порядку. Я вам скажу так. Один, второй, третий. Хорошо, да? Чтобы это в базар не превращалось. Все, что происходит в Киеве. Я не успеваю на двоих. Все дело в том, что вы, Максим, не ответили пока еще не на... Я не могу ответить на вопросы, потому что вы одновременно... Я не могу ответить на первое, второе, третье. Это просто игра слов. Вы действительно... Давайте с вами общаться. То есть давайте мы общаемся вы и я. Хорошо, чтобы мы как бы понимали. И начнем сначала, да? Чтобы было понятно и... Окей. Еще раз. Еще раз сначала. Давайте. Вы были там. Да, я был там. Что там происходит? Насколько я понял, там происходит мастер-класс театральный какой-то. Кто его проводит? Какой-то приезжий человек, то ли боливец, то ли... Ну, то есть латиноамериканская у него внешность. То есть, насколько я понял, он не американец. Не поняли, что это суть по стандартам. Это, как мне сказали, диалоговый театр. То есть некая форма театра для обсуждения каких-то социальных аспектов жизни. Я говорю то, что мне сказали. То есть я поговорил с организаторами, такой ответ они мне дали. Знаете ли вы, чем занимается на самом деле этот режиссер? Нет. Какие постановки он делает? Нет, я не знаю. Вы являетесь театральным критиком, поэтому вас сюда пригласили? Нет. Или вы... Меня пригласили сюда изначально, как физлицо. Когда я сказал, что как физлицо мне в общем-то в подобные мероприятия не интересны, меня сегодня уже пригласили как прессу. Как прессу. Да. Очень хорошо. Значит, вы как пресса сегодня будете делать материал. Да. И вы нам до сих пор не можете точно сказать. Какой-то боливиец, какая-то... Вы так и будете писать у себя в заметке? Нет. Я был на каком-то мероприятии где-то в центре Донецка, какой-то колумбийец. Ну а зачем вы за меня отвечаете? Нет, я говорю вам то, что вы сейчас произносите нам. Я еще не договорил, но вы начинаете за меня говорить, что я там сделаю. Ну, расскажите все, мы молчим. Мы не слышим от вас информацию. Но я не успеваю ответить, вы мне перебиваете. Сейчас я могу сказать примерно следующее, что вышел какой-то парень, который с бейджиком на животе снимает нас и говорит о чем-то. О чем он говорил, я так и не понял. Это я напишу сегодня в фейсбуке. Ну, пожалуйста, можете вконтакте написать, в твиттере. Да где угодно, но просто вы, к сожалению, не отвечаете на вопрос. Но вы не хотите услышать ответ. Я не хочу, но я по-прежнему его не слышу. Я вам пытаюсь объяснить, вы меня перебиваете. Давайте конкретнее. То есть если вы меня перебивать не будете, я вам дам ответы на вопрос. Значит, на тему того, как я буду готовить репортаж. Мне пообещали прислать пресс-релиз, в котором указано, кто, откуда и зачем. Вы тогда действительно материалы делаете на все по пресс-релизу, и не нужно ходить на мероприятия. У нас так многие журналисты работают. Подождите, вы опять мне рассказываете, что я должен, как это должно быть. Я еще параллельно хочу знать о профессионализме наших журналистов. За полчаса вы не узнали, как его зовут. Вы не поняли содержание постановки. И вы ждете пресс-релиза. Это очень профессионально. А вы профессиональный журналист? Я два года возглавлял факультет журналистики, член Союза журналистов. А я-то думаю, что у нас с прессой так плохо-то в Донецке. Да, да, да. Член Союза журналистов, между прочим. И я хочу знать, куда скатилась наша пресса. Пресса, почему она сидит и ждет пресс-релиз? Хотя сейчас, полчаса, вы присутствовали здесь. То есть вы преподавали журналистику, да? Вы не готовы сейчас сообщить обществу о том, что здесь происходит. Мы уже знаем, кто там находится. Мы приехали... А откуда вы знаете? Как это откуда мы знаем? Мы общество, мы информированы из других источников. А из каких? Но, к сожалению, не от вас. И вы через полчаса... Из ворачивания? Да, максимально фотографируется там все, освещается. Но ответа нет. Завтра, когда результатом этого труда будет какая-то массовая акция в центре города, вы будете опять стоять и что-то фотографировать. В оранжевом жилете, который вам выдадут в горсовете. С надписью прессы, чтобы по голове вам не дали случайно. И опять будете говорить, здесь что-то, кто-то происходил. Мне не нравится такая постановка. Мне хотелось бы от журналистов увидеть конкретный ответ. Этот такой-то человек, история этого человека такая. Он приехал в Донецк для того, чтобы сделать политический спектакль. Результатом этого спектакля будет инсценировка в центре города Донецка в количестве там 30 человек. Ждите веселое, яркое мероприятие. Или ждите провокацию в городе Донецке. Вот, граждане Донбасса, что я хочу вам донести. А вы нам на это не отвечаете ничего. То есть вы сейчас рассказали, что, по вашему мнению, пресса должна давать? Конечно. Да, я как обычный гражданин хочу знать информацию. Вы говорите о том, какая информация интересует вас, правильно? Как гражданина, да. Хорошо. Жителя Донбасса. А теперь, как человек, который преподавал журналистику, скажите, пожалуйста, с чего начинается работа журналиста? Со сбора информации. Нет. Хорошо, расскажите мне тогда. Значит, вот я вам рассказываю, что начинается с постановки задачи. О чем писать? О чем готовится репортаж? Вы так не поняли, зачем сюда попали? Вот я, например, сейчас выполняю свою работу. Сейчас вы мне не можете рассказать, что у вас задача была. У меня была. Перед тем, как ехать, я сначала для себя уясняю задачу. Давайте мы вернемся к сути происходящего в зале. То есть вам неинтересно, о чем будет репортаж, да? Странно. Зачем же вы тогда спрашивали? Вы все скрываете просто нам. Вы упорно скрываете содержание происходящего там. И это нас настораживает. Меня не очень волнует, что происходит там. Меня больше волнует, что происходит здесь и ваше настроение. Вот это и есть цель моего репортажа. Спасибо вам за информацию. То есть если бы не ваши комментарии... Самый лучший в Донецке. А у вас у кого самый лучший в Донецке? У Донецких жителей. А самый лучший среди кого? Среди всех. Среди всех городов мира? Да. У нас самый большой доход идет от Украины, с Донецка. Самый доход от Украины идет в Донецк, согласен. Донецк, Луганская область, Харьковская область. Да, и Луганск тоже. Хорошо, это ваша позиция. Это наша позиция. Поэтому доход идет от нас. И поэтому мы хотим, чтобы была стабильность нормальная в Украине. Чтобы не было этого Майдана, который... А чем вам Майдан мешает? А зачем они разворовали просто город? Нет, подождите, я спрашиваю про Майдан в Донецке. Чем он вам мешает? В Майдан в Донецке все нормально. Здесь нет никаких людей, ничего. Здесь все хорошо. В Киеве происходит... Но мы же про Донецк говорим или про Киев? Мы говорим сейчас о Донецке за Киев. Кто-то, оказывается, вообще не житель города Донецка. Кто-кто? Приехал с Киева. Молодой человек здесь нам рассказывал. Он не представился. Он не представился. Я не могу отвечать не за себя. Его быстренько забрали и убили. Ну, я же не знаю, кто здесь был до меня. Там был не из Донецка. И что с ним произошло? Ну, как я могу комментировать то, свидетелем чего я не был? Вы так что говорите, не журналист, а какой-то следователь, честно. Ну, я пишу просто на криминальную тему. Поэтому специфика вопросов у меня такая. Что ясно? Сейчас, Денис, очень интересно. Вы занимаетесь криминальными вопросами, поэтому приехали освещать театральную обстановку. Я вообще в шоке. Во-первых, я не сказал, что я приехал освещать театральную обстановку. В городе Донецка живете? Что-что? В каком районе живете? В Ворошиловском. В Ворошиловском? А где вы в Ворошиловском районе живете? В смысле? Если вы пропагандируете это все. Зачем? Что значит, где в районе? Вопрос еще раз. Вам адрес назвать или что? Зачем мне ваш адрес? Ну, я вам говорю, Ворошиловский район. Вам еще точнее? Ну, я тоже живу в Ворошиловском районе. Я же не правильно истолкую. Нет, ну я даю ту информацию так, как я вам задаю вопрос, вы отвечаете. Или вы можете задать вопрос, я отвечу. Я же вам не грублю, тоже правильно. Я не говорю, что кто-то грубит. Я говорю, что я подаю информацию так, как она поступает. Так что вы хотите узнать? Вы хотите знать, где я конкретно живу? Мы хотим узнать просто одно. Скажите, пожалуйста, что там происходит? Там происходит закрытое мероприятие. Не суть была важной для меня, что там происходит. Мне более интересно. Я познавал, что там никого не убивают, не режут и не призывают кого-то бить. Я хотел узнать... Ну, хорошо, я ж не против, передавайте. Хорошо, я готов записать ваш комментарий и выставить его о том, что вас не пустили передать петицию. Сначала сказали, что можно зайти, потом нас не пустили. Но я же не знаю, вы же видели, что я приехал позже, чем вы. Вы же раньше меня здесь были. Я не знаю, что вам говорили. Что вам говорили, я не в курсе. Я понимаю ваше возмущение, что значит вам кто-то... Ну, кто-то вас обманул, я так понимаю, да? То есть, если говорили, что открыто, а потом закрыто, значит вас кто-то обманул. То есть, ваше возмущение мне понятно. Но почему ваши возмущения адресованы ко мне? Нет, мы хотели возмущение, смотрите. Мы интересны сейчас. Ребята, хватит дискутировать. Ну, пожалуйста, я молчал, человек. Мы объяснили нашу... То есть, почему мы сюда приехали. Было выражено мнение, с какой цель, точнее не цель, а почему мы сюда приехали. Потому что там готовится и определенная информация. Вам была сказана. К вам лично был единственный вопрос, что там происходит. То есть, да или нет. По поводу той листовки. Какой листовки? Ну, вот. А, обращение вы имеете в виду? Да, обращение. Ну, как оказалось, вы приехали не по ихнему поводу, а по поводу нас. Правильно? Значит, я... Вот, наконец-то мы переходим к сути вопроса, почему же я сюда приехал как журналист. Наконец-то. То есть, мы до этого добрались. Потому что я не могу никак подойти к этому. Я вам объясняю, что я освещаю, кроме криминальной темы, еще и протестные мероприятия. Потому что очень часто происходят криминальные события на разли... Ну, есть такое. Согласны. Помните, 25-26 числа было. Вам задан не зря, что там происходит. Мы же видели, что вы там были. Да, я там был. То есть, мы не просто так этот вопрос задаем. У нас, значит, есть... Так вот, я вам отвечаю. Я приехал узнать, нет ли здесь. Я, к сожалению, не смогу вам ничем помочь. Мне интересно, будут ли здесь нарушения правопорядка. Вот это вот мне интересно. Поэтому я нахожусь не там, а здесь и общаюсь с вами, чтобы выразить... Чтобы знать вашу позицию. Вот и все. Когда я собрались обычные граждане без касок, без полу... Вопросов нет. Вот это была единственная причина, по которой я приехал. Не готовится ли здесь какой-то очередной провокации, которую я уже видел неоднократно. Потому что, измените, в меня летели и презервативы с краской, и летели и снежки, и вода, и все остальное. То есть, это было в Донецке. То есть, будет ли подобное здесь? То есть, вот это мне интересно. А что происходит там, насколько оно там... Чего они обсуждают? Ну, мне, честно говоря, не суть важна. Вот и все. То есть, что удивительно в том, что я по своей теме подъехал и посмотрел, что здесь происходит... Понятно. То есть, криминала тут не будет, так что можете сразу... Можете ехать домой спокойно. Ну, я уже дождусь, когда закончится, посмотрю, как люди выйдут на вашу реакцию. То есть, вам совсем не интересно, что там происходит? Вы бросаться... Нет, мне это неинтересно. Вы вообще с ваших, вот оттуда видели мужчину в очках, очень агрессивного. Ну, хорошо, будем снимать. Если данные люди будут проявлять агрессию, я тоже это буду снимать и выкладывать. Я выкладываю то, что есть. То есть, я ваши комментарии взял, я их комментарии, то есть, их мнение, ваше мнение. И все. Только единственное, что нам надо было говорить, что у вас пригласили на театральные... Я говорю, откуда я узнал вообще о том, что происходит? Мы тоже взрослые люди и что-то понимаем. Ну, что вы понимаете? Мы приехали попозже и начали там вести переговоры. Да почему переговоры? Я у них брал комментарии так же, как я сейчас у вас беру комментарии. Ради бога. Мы вам можем давать, ну, и куборожки. То есть, я выслушал обе стороны. Есть стандарты журналистики. Всегда должны быть представлены мнение двух сторон. Я выслушал их и выслушал вас. Ну, им непонятно, то есть, цель вашего нахождения здесь. А, то есть, вы у них задавали вопрос? Да, я задал им вопрос. То есть, что у вас здесь происходит? Я думал, вы зададите им вопросы по поводу... Мне это было неинтересно. Нет, ну, спросили, что-то ответили. Сейчас буду дома расшифровывать, смотреть. Я не вслушивался. Мне не суть важно, что там такое. Я посидел, посмотрел, люди проводят какое-то театральное действие. Ну, хорошо, пусть проводят. Мне больше интересно, будет ли здесь нарушение правопорядка и все. То есть, это моя тема. Все, спасибо.